Канобу.ру представляет Что могло произойти с Японией, если иностранцы не совали туда свой нос? Сёгун-2. Закат самураев. Наглядно доказывает, что технический прогресс не может остановить ни один императорский указ. Вопрос уже другой. Используете ли вы пулемёт для защиты старых порядков? Например, чтобы носить меч и рубить им наглых приезжих? Или просто хотите денег и власти? Страна восходящего солнца разделилась на два лагеря. Сёгун против императора. Можете выбрать сторону, хотя в конце концов война опять сведёт всех воедино. На всякий случай напомним, что закат самураев устанавливается самостоятельно, от второго Сёгуна. Сепаратистские настроения чувствуются ещё до запуска игры. Первое, что приходит в голову аккуратную и красивую стратегию, сейчас извратят. Стальными машинами, порохом и мануфактурами. Кто-то даже вспомнит последнего самурая с Томом Крузом. Я видел, что ты делаешь с твоими врагами. Под стать настроение виртуальных японцев. Только построишь кирпичный завод в их городе — сразу возмущение. Как только вы возьмёте бразды правления в свои руки, окажется, что все опасения были напрасны. Развитие проходит достаточно медленно. Попробуйте при постоянных тратах на войска вложиться в постройку военных зданий. Получите разве что деревянные пушки. И то не сразу. Пулемёты гатлинга, железная дорога — это всё вершина ваших достижений. К тому времени провинции обрастут деревнями. А добрососедские отношения поставят под вопрос необходимость воевать дальше. Закат самураев добавляет в игру достаточно мелочей, чтобы стремительное завоевание превратить в приятное копошение. Главным врагом становится недовольная модернизация граждани. Но ведь вам не жалко виртуальных подданных. Несмотря на это, основы Сёгуна остались прежними. Разве что исчезло желание использовать шиноби. Раньше ниндзя выручал перед каждым сражением. Теперь встреча с неприятелем и так выглядит зрелищно. Поначалу шумят стрелки, затем небо разрывают пушечные ядра. Под конец вырастают башни с пулемётчиками, а вокруг снуют пароходы. Если вы к тому времени не перейдёте на автоматические битвы, увидите хоть что-нибудь из перечисленного. Дело в том, что компания предлагает достаточно забот и без сражений. Например, задания от императора, руководство кланом, распределение должностей, налоги, развитие технологии, разведка и торговля. Самым запоминающимся моментом стала русская озвучка. Чего только стоят воплии Американта во время боя. Почему он не пропустил ни одного из наших сражений? Может, мы совсем зажрались, но смешной японский акцент не вызывал у игрока таких эмоций. Те же агенты на стратегической карте разговаривают на английском бодро и весело. Помимо военных советников и прочих фигурок, важное значение теперь приобретает флот. Даже если вы не любите морские сражения. Дело в том, что корабли могут обстреливать города. Пока вы держите крепость в осаде, парочка крейсеров может нанести серьезный урон защитникам. В целом, ситуация отдаленно напоминает цивилизацию. Разработчики выбрали интересную эпоху. Пусть и рисковали потерять часть аудитории. На более затяжные, траншейные сражения фанаты Total War вряд ли согласятся. Если новшества и технологии испортили Японию, то часть сериала они не опорочили. Закат самураев — логичное развитие Сёгуна. Приличную часть идей хотелось бы перемеднуть во вторую часть, оставив за границей ружья и паровые двигатели. В стремлении сохранить традиции мы не стали менять старую оценку. Субтитры создавал DimaTorzok